Псалом 4. Собъяснение. Вечерняя молитва Давида. Исполненная вера в помощь Божью. Псалом 4. Собъяснение. Начальник ухора. На струнных орудиях. Псалом Давида. Когда я взываю, услышь меня, Божьей правдой моей. В тесноте Ты давал мне просто. Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лыжи, знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Псалом 4. Провозглашение царя Давида. Окунитесь в псалом вместе с нами. Псалом 4, приписываемый царю Давиду, является хорошим примером молитвы и библейской проповеди, которая глубоко затрагивает как духовные, так и практические аспекты человеческой жизни. При том, как и многие другие псалмы, написанные Давидом, этот углубляется в темы божественной защиты, поклонения и руководства. Посмотрите эту мощную молитву и проповедь по Псалму 4, чтобы получить понимание и вдохновение для вашего собственного духовного пути. Не забудьте подписаться на больше контента о писании, молитве и библейских учениях. Псалом 4. Объяснение. Комментарий. Вечерняя молитва Давида. Исполненная верой в помощь Божью. Псалом 4, приписываемый царю Давиду, является образом библейской проповеди, глубоко затрагивающей как духовные, так и практические аспекты жизни человека. Вдобавок, как и многие другие псалмы, написанные Давидом, он несет в себе двойственную природу, поклонение Богу и наставление людям. В этом псалме, подобно притчам 8.4, мудрость обращается к сынам человеческим, призывая их к вниманию и принятию ее наставлений. Название псалма, в отличие от некоторых других, не указывает на конкретный повод для его написания. Не следует думать, что все псалмы были написаны по определенным случаям. Многие из них служили общим наставлением для народа Божьего, посещающего храмы, помогая им в их преданности и направляя их жизненный путь. Псалом 4, по моему мнению, относится именно к такому типу псалмов. Важно понимать, что толкование Священного Писания должно полностью основываться на Божьем Духе, на Духе Святом, а не на нашем собственном понимании. 2 Петра, 1 глава, стих 20. Давид начинает псалом с краткой, но глубокой молитвы, стих 2, которая сама по себе уже является проповедью. Содержание псалма. Рассмотрим более подробно структуру и содержание псалма. Стихи с 1 по 3. Давид обращается к Богу с мольбой о защите и внимании. Он призывает, он признает свое собственное несовершенство и уязвимость перед врагами, но надеется на Божью справедливость и милость. Стихи 4, 5. Бог в ответ на молитву Давида дает обещание помощи. Он подчеркивает, что он видит скорбь и скорби своих детей и дает им надежду на победу над врагами. Стихи 6, 7. Давид обращается к своим врагам, прося их увидеть, что их злоба и ненависть бесполезны. Он убеждает их покаяться и обратиться к Богу. Стих 8. Давид выражает свою веру в Бога и надежду на его защиту и спасение. Пример библейской проповеди. Псалм 4 представляет собой мощный пример библейской проповеди, который включает в себя молитву. Давид с молитвой обращается к Богу, ища утешения и защиты. Прославление. Он хвалит Бога за его справедливость и милость. Наставление. Он обращается к врагам с призывом к покаянию и искуплению. Уверенность в Боге. Он выражает свою непоколебимую веру в Бога и его способность защитить его. Псалм 4 – это не только текст, это живой диалог с Богом. Он показывает нам, как человек может обратиться к Богу в момент отчаяния, как он может найти утешение в его слове, и как он может найти силу в Божьей любви. Этот псалом остается уникальным и сегодня, актуальным и сегодня, поскольку он затрагивает вечные темы человеческого бытия – вера, надежда, любовь и борьба со злом. Осознать свои поступки. В стихе 3 в своем обращении Давид направляет свою речь к сыновьям мужей, призывая их к осознанию важности своих поступков. Вдобавок, он начинает с того, что «во имя Господа винить их в том, что они бесчестьят Бога, нанося в ряд не только Ему, но и собственным душам». Стих 3. Это обвинение не просто упрек, а призыв к размышлению о последствиях их действий. Давид подчеркивает, что такое поведение приводит к духовной пустоте и внутренним конфликтам, причем некоторые рано или поздно отразятся на их жизни. Затем он показывает, как счастливы, благочестивые люди, которые следуют путям праведности. Это служит не только примером для подражания, конечно, но и ободрением для тех, кто еще колеблется в своем выборе. Стих 4. Давид делится с ними своим опытом, подчеркивая, что истинное счастье и удовлетворение приходят только через служение Богу. Он призывает их задуматься о своих путях. Стих 5. И чтобы они могли увидеть, насколько их текущие действия расходятся с божественными заповедями. Служить Богу и довериться Ему. Далее Давид увещевает их служить Богу и довериться Ему. Он говорит, что только через полное доверие к Богу можно найти истинный смысл жизни. Это доверие, однако, не должно быть слепым. Оно должно основываться на опыте и понимании Божьей любви и заботы. Давид делится своими собственными ощущениями благодати Божьей, которая работает в нем. И это становится важным элементом его послания. Во-первых, он говорит, что эта благодать дает Ему возможность избрать Господа для собственного блага. Стих 7. Это выбор не только личный, но и коллективный, так как он призывает своих слушателей делать то же самое. Во-вторых, он отмечает, что эта благодать наполняет Его сердце весельем. Стих 8. Что свидетельствует о глубоком внутреннем мире и радости, которые приходят от общения с Богом. Благодать успокаивает и дает уверенность в божественной защите. В-третьих, Давид говорит о том, как благодать успокаивает его дух и дает уверенность в божественной защите, под которой он пребывает день и ночь. Стих 9. Эта защита, по его словам, не только физическая, но и духовная. И, конечно, она позволяет ему смело встречать любые испытания. Таким образом, Давид не только наставляет своих слушателей, но и делится с ними своим личным опытом, который сможет дать для них стать и быть и стать для них источником вдохновения и надежды. Начальнику хора на струнных орудиях Псалом Давида Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению спасения и распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.